Субтитры делал DimaTorzok Компенсационное озеленение двора между домами Тихорецкий 20, корпус 1 и Тихорецкий 20, корпус 2 на территории муниципального объединения Светлановская. На мой взгляд, жителя, журналиста-эколога и садовода-любителя это осуществлено с нарушением всех возможных разумных принципов, как ландшафтного дизайна, так и здравого смысла и агротехники. Вот здесь посажены клёны вдоль дороги. Как вы видите, эти клёны посажены под высокие, достаточно высокие деревья. Посажены эти клёны на небольшом расстоянии друг от друга. Когда они разрастутся, это будет очень некрасиво и нехорошо. И непонятен вообще принцип, зачем при таких посадках нужно было вообще вот здесь вот эти деревья посадить. Вот конкретно здесь. А клёны, конечно, они же вырастут большущие. Когда-то вырастут. Клёны же они большие. А эти что, деревья, они тут будут вообще непроходимые чаще. Конечно, непродуманно сделаны. А вот эти клёны тоже. Тут низенькие идут, идут повыше. Вот мы видим здесь кустарники, которые посажены. С этой стороны посажены кустарники низкие. Здесь посажен физокарпус. Достаточно высокие кустарники. Оценю это как странную диверсию либо проявление невысокого ума. Просто зачем? Здесь было прекрасное свободное пространство. И это, в конце концов, вырастет по высоте кустов, в которых будут бегать, опять же, непонятные животные и птицы. Эти кусты зимой станут бесконечным источником сложности, копированные эти заборщики при чистке снега. У нас все эти ограничения ведут к тому, что зимой дорожки сужаются до узкой тропинки. И поэтому нам не почистить, ну, в нормальной числе зимой дорожки. Двор. Основное назначение вот этого двора и сквера, который был озеленен, это прогулки с детьми. Здесь очень много детей. Это один из таких немногих дворов, качественно благоустроенных. Тут очень хорошие прочные дорожки. Это место, где играют дети. Одним из очень нужных для нашего двора, несомненно, объектов, который был посажен в процессе озеленения, это ёлки. Это хорошая идея. Например, мы зимой украшаем клён ёлочными игрушками. Детям это очень нравится. Всё хорошо. Посажено три ёлки. Три ёлки посажены. Вот вместо того, чтобы посадить в центр той картинки, которую я вижу сейчас, одну большую красивую ель на радость детям, приткнули на недопустимом расстоянии друг от друга три ёлочки. Их посадили достаточно близко к уже существующим достаточно высоким лиственным деревьям. Если эти ёлки разрастутся, они будут мешать друг другу в процессе роста кронами. И совершенно непонятно, как они будут развиваться в условиях вот такой низкой освещенности. Почему посадили три дерева и почему их не посадили вот здесь, например, где для них было достаточно места для того, чтобы они хорошо разрослись и украсили наш двор. А как бы вы посадили ёлки, если бы у вас было вот эти три ёлки? Ну, я бы посадила, во всяком случае, сюда, ближе, в серединке, наверное. Спасибо. Тоже неправильно. Правильно? Единственным нормальным объектом этого компенсационного озеленения, пожалуй, стоит признать вот эту вот замечательную цветочную клумбу, которую соорудило садово-парковое предприятие Выборгское. За исключением одного момента. Эта клумба находится очень близко к детской площадке. И зимой, когда выпадет снег, вот прошлой зимой детки выбегали на вот этот вот газон. Здесь у нас строили несколько лет снеговики, снежную крепость. То есть это было место, где могли играть дети. Теперь этого места нету. Вот здесь, прямо под моими окнами, посажены две лиственницы. Посажены они у меня на глазах рабочими узбеками с нарушением всех возможных правил агротехники. Деревце было вынуто из пластикового горшка. Там такая спутанная корневая система. Я вас уверяю, поверьте на слово, была выкопана маленькая ямка в полметра глубиной в каменистом грунте. Там такая вот белая крупная галька. В эту крупную гальку было запихнуто, вот вы видите, размер ямы, которая была выкопана. Запихнуто это дерево. И хотя в процессе посадки я подходила и говорила, что надо делать яму больше, что надо сделать там какой-то грунт внизу. Вообще-то это должна быть такой легкий лиственный грунт и глубокая яма, как минимум метр, для того, чтобы корневая система дерева могла развиваться. Этого сделано не было. Набиты какие-то палки, чтобы оно стояло. Но в перспективе я полагаю, что это будет труп дерева, то есть сухая палка на будущий год. Вот здесь вот конкретно посажена роза глаука. Это серая роза, достаточно высокий кустарник, который должен вырасти, если его не будут подстригать, до высоты 2 метра. Он посажен вот таким, такой линией. Он посажен перед моими окнами. Я вам покажу сейчас свой сад. Работу осуществляла садово-парковое предприятие Выборгская. Я очень просила, чтобы у меня ничего перед моим садом не сажалось, потому что это будет мне мешать тем растениям, которые есть. Будет мешать освещению вот этой вот прекрасной, цветущей. Будет мешать декоративной спиреи. Будет мешать... Вот у меня тоже та же самая роза глаука растет. Сейчас на ней плоды. Ну и немного сад подзарос, но летом здесь есть много цветов, которые тоже нуждаются в том, чтобы на них попадал какой-то свет. Поедем дальше. Пиреи, кустики, вот здесь с нормальным расстоянием между кустами, посажены вдоль детской площадки. Дети здесь играют. В ручнице и совершена вот такая вот посадка. Опять-таки, как мы видим, на очень близком расстоянии друг от друга вкопаны достаточно высокие кусты с нарушением правил расстояния при посадке. И вот это вот все под кронами высоких деревьев. Зачем? Самый абсурд, если говорить о компенсационном озеленении, то есть о том, что добавляются какие-то кусты или деревья там, где не хватает зеленой массы, это вот эта вот посадка. Опять-таки, близко натыканы, на расстоянии, не знаю, 10, 15, 20 сантиметров друг от друга кустарники. Корнус, альба, ауреа. Если кто-нибудь может объяснить, зачем, пожалуйста, я смысла не вижу. Посажена еще одна вот такая вот тоже линия высокорослых кустарников. Зачем? Непонятно. Красоты в этом никакой не вижу. Самая, пожалуй, вопиющая, безобразная посадка вот здесь. Здесь посажена вейгела, бристель руби. Вейгела, конечно, очень приятный кустарник. Но вы видите, как они посажены. На каком расстоянии друг от друга они посажены. Значит, хочется сказать, что это все весьма дорогостоящий посадочный материал. В наш двор было привезено несколько машин, на которых был привезен посадочный материал. Судя по маркировке на кустарниках, маркировка вся практически на кустарниках осталась, даже никто не снял эти веревочки. Это польский посаженный материал, импортный. Как вы видите, достаточно много. Мы далее видим тоже посаженную спирея. Ну и здесь она посажена более-менее по отношению ко всему остальному грамотно. Вот здесь очень показательно все видно. Виден рельеф местности. Несколько лет назад производились работы земляные. Они были произведены тоже с, на мой взгляд, нарушением правил, потому что рельеф не был выровнен. То есть не была произведена подсыпка какого-то плодородного грунта. То есть технический грунт был накидан в большом количестве, который содержит в себе камни. И газон, который был изначально ровный, стал газоном с впадинами и так далее. Вот здесь точно так же вкопано в землю лиственница. Опять-таки в очень неглубокую яму. И вот здесь, можно сказать, более-менее симпатичная какая-то посадка этих кустарников. И вроде не в абсурдном месте. Здесь посажен самбук. Самбукус нигра ауреа. Спирея. Спирея грехема посажены кусты очень близко друг к другу. Каждый такой маленький кустик. Я сейчас покажу вам, во что он имеет потенциал вырасти. Чтобы была понятна глубина, на которую сажаются растения, вот мы только что там видели посаженную самбуку. Вот еще выкопано для самбуки глубина сантиметров, наверное, 10-15, не больше, в которую будет это все закопано. Вот то, что вы видите сейчас на переднем плане, это спирея грехема. То, какой из маленького кустика за пять лет вырос большой высокий куст. Она очень красиво цветет в начале весны, такими мелкими белыми цветами. Но, как вы видите, это быстро разрастающийся кустарник. И то, что посажено там, будет друг другу мешать эти кустарники. А деревья что-то завяли немножко? Ну, это вопрос. Они же еще не оживили. Может быть, оживут, может быть, не оживут, кто знает. А может, такие? Очень красиво, да. Нам очень нравится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.